Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкалья на канале Ангаромедия. С вами Надежда Фролова. Раньше обычного может начаться пожароопасный сезон в этом году. По мнению некоторых экспертов, в лесу огонь может появиться уже на следующей неделе. Большему риску обычно подвержены южные районы, в том числе Ангарский городской округ. Но пока это предварительные прогнозы. Точные будут известны к воскресенью. Тем не менее, подготовка к пожароопасному сезону продолжается. В муниципалитетах начались отжиги в планах организации минерализованных полос и опашка земель. Перебрать подвеску в канун летнего сезона. Эту задачу после холодов ставят многие автомобилисты. Не так давно в Ангарске открылся филиал станции техобслуживания «Форсаж». В гостях у мастеров побывала наша съемочная группа. В Ангарске на самом деле не очень много сервисов, где можно получить практически полный спектр услуг в плане ремонта автомобиля. Кроме того, далеко не везде есть профессиональное оборудование, позволяющее провести диагностику ходовой части машины. Эти могут похвастаться в СТО «Форсаж» компания на рынке уже более 15 лет. И вот ее филиал открылся в Ангарске. Мастера опытные, у каждого из них солидный стаж. Работают профессионалы на профессиональном оборудовании современном. Оборудование закуплено буквально недавно, все новое. На этом и строим. Потому что профессионалы быстро и качественно это все делают. Люди уже обращаются, хоть и недавно открылись, но уже приезжают, интересуются. В СТО «Форсаж» для работы используют только профессиональное оборудование. Например, «Техновектор-7» – это ТТ-стенд развалосхождения, который позволяет точно настроить автомобиль. Также готовы провести полную диагностику ходовой части, как и электрики с помощью сканера фирмы «Лаунч». Сделают и проточку тормозных дисков. Кроме того, мастера помогут с приобретением запчастей на любую машину. Имеется большой выбор специальных технических жидкостей и оригинальных автомасел. Немаловажный и такой фактор. Стоимость работ зачастую ниже, чем у коллег. А для постоянных и корпоративных клиентов действуют скидки. СТО «Форсаж», 14-й микрорайон за АЗС «Роснефть». Альберты Домнин, Алексей Резник, новости 360 Ангарск. Более 1100 водителей машин с нанесенной пленкой на передние стекла выявили в Ангарском городском округе с начала года. Рейты по выявлению тонированных автомобилей продолжаются. Сотрудники ГИБДД отмечают, их количество заметно увеличилось. И граждане за рулем именно таких транспортных средств больше остальных проявляют агрессию на дорогах. За нарушение грозит штраф. Помимо постановления в отношении водителя, правоохранители предлагают избавиться от так называемой тонировки. В противном случае выписывается представление на устранение недостатков. И собственник в определенный период времени обязан показать авто в исправном состоянии в госавтоинспекции. Не переключайтесь, далее немного полезной рекламы. МРТ-диагностика с современными и точными аппаратами в центре МРТ-лидер. Специалисты МРТ-лидер проводят высокотехнологичные исследования. Ведь вовремя поставленный диагноз – залог успешного лечения. Диагностика без очередей в удобное для посетителя время. Диагностический центр МРТ-лидер. 277-й квартал, дом 22. Ваш автомобиль хандрит. Приезжай в ДОК-АВТО. Диагностика и ремонт ходовой части, рулевых рейк и АКП. Проточка тормозных дисков и шиномонтаж. Замена всех спецжидкостей. А также жестяны и лакокрасочные работы. Станция техобслуживания ДОК-АВТО. Лечим все с гарантией. 254-й квартал 1-1. Не хватает скорости? С тарифом Турбо скорости хватит на все. До 200 мегабит в секунду. Смотри, скачивай и играй одновременно. Успей подключить по акционной цене всего за 450 рублей в месяц. РТА Телефон. Предложение ограничено. Лишь каждое шестое преступление, совершенное мошенниками, раскрывают правоохранители. Об этом заявили в ангарской полиции. Что следует делать, чтобы не стать жертвой аферистов? Далее. Более 40 случаев хищения денег с банковских карт и выманивания их удоверчивых горожан зарегистрировано в ангарском округе с начала года. В последнее время участились факты, когда граждане пытаются выгодно инвестировать средства через интернет. Человек находит площадки в различных соцсетях, как правило, затем с ним связывается псевдоменеджер и начинает обработку. Размещая данные денежные средства, они переходят по ссылке, соответственно, на фиктивные сайты, где им предлагают также пройти небольшое обучение. С ними связывается менеджер, который представляется той или представителем иной организации. Объясняет им, что необходимо сделать. Люди вкладывают денежные средства, устанавливают себе приложения, которые они также скачивают с этих лжесайтов, будем так говорить. И, соответственно, видят, что у них начинается рост их инвестиций, то есть вложенных денежных средств. При попытке вывести данные денежные средства, им предлагают заплатить комиссию, заплатить страховые взносы. Как только у человека выкачивают деньги, как только он пытается их вернуть, мошенники исчезают. Не так давно один ангарчанин таким образом перевел почти 5,5 миллионов рублей. А местная жительница в попытке заработать на инвестициях продала квартиру, набрала кредитов и в результате лишилась 6 миллионов целковых. Чтобы не стать жертвой преступников, необходимо убедиться, что инвестплощадка легальная. Все эти площадки и платформы имеют обратную связь, официально они зарегистрированы. Их можно посмотреть на сайтах Минфина. Они все имеют регистрацию и все имеют лицензию. Все, кто предлагает большие дивиденды, как правило, обманывают людей. Предлагает 50% рост денежных средств, 60% и так далее. В прошлом году у ангарчан мошенники похитили более 50 миллионов рублей. И чтобы таких случаев больше не остановилось, в ангарской полиции призывают быть бдительными, не идти на поводу у незнакомцев и уж тем более не переводить им деньги. Альберт Идомнин, Алексей Резник, новости 360, Ангарск. Сохраняются условия для схода снежных лавин в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья. Как заявили специалисты Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, туристам необходимо придерживаться проверенных маршрутов, где отсутствует риск. Перед поездкой или походом необходимо ознакомиться с прогнозом погоды в той местности. Также нужно обеспечить себя теплыми вещами и средствами связи. Конфликт отцов и детей возникает практически в каждой семье. Но не все знают, как правильно решать разноглазие с ребенком. Своевременное выявление изменений в поведении несовершеннолетнего может в корне поменять ситуацию. Как научиться понимать подростков и куда обращаться за психологической помощью узнавала Ксения Высоцкая. В стрессовых ситуациях и волнующих моментах в жизни каждого человека множество. В подростковом возрасте особенно сложно справиться с переживаниями. Проблемы, с которыми сталкиваются подростки, часто списывают на скачки гормонов и трудный возраст. Гормональный фон действительно может влиять на настроение и поведение. Но это не значит, что родителям не стоит обращать внимание на изменения поведения своего ребенка. Нужно всегда замечать об изменениях в поведении подростка. Это вот такой сигнал, допустим, может быть апатия, сниженная работоспособность. Либо, например, если родители отдаляются от подростка, потому что у них там свои секреты появляются, наблюдать еще по признакам, какую одежду он носит. Если ребенок всегда носил короткую одежду, а начал носить с длинным рукавом, то это уже сигнал. Может быть склонность к суицидным каким-то наклонностям, порезам могут быть. Тоже на это нужно обращать внимание. В наше время подростковый возраст сместился. Если раньше он начинался в 14 лет, то сейчас это может наблюдаться уже в 11 лет. Психологи объясняют это не только физиологическими изменениями, но и социальными факторами. Когда родители посвящают себя работе, а на ребенка не остается времени, тогда подросток уже сам выбирает себе круг общения. Либо бывает, что родители оказывают чрезмерную опеку. Тоже подростки любят же, уже чувствуют себя взрослыми, и им не нравится чрезмерная опека. То есть нужно в этом возрасте разговаривать как на равных, как уже со взрослой личностью. Искренности внимания – главные союзники родителей. Основные ошибки в воспитании несовершеннолетнего психологи называют навязывание своего мнения ребенку и завышенное требование к нему. Родители хотят, чтобы их дети были успешны и предъявляют много требований. Здесь тоже нужно умеренно, все индивидуально от ребенка, от его интересов отталкиваться. Допустим, если он не может в учебе себя проявить, учиться на 4-5, тогда его нужно заинтересовать какой-то другой деятельностью, спортивной, либо творчеством. И в другом русле уже его сопровождать, направлять и любить его уже независимо от того, как он учится. Решать конфликты с подростком психологи советуют за столом переговоров, где каждый расскажет о своих чувствах, эмоциях и требованиях друг к другу. Обязанности домашние для подросткового возраста можно проговорить прямо с подростком. Вот ты, подросток, вот как ты думаешь, в твоем возрасте какие обязанности ты должен по дому выполнять? Подросток должен сам проговорить, чтобы не родитель ему навязал. И все, здесь уже оговариваются. Вот ты проговорил какие-то обязанности. Как ты будешь выполнять? В какие дни давай договоримся? Если я тебе сказала с первого раза, ты не понял, давай ты тогда будешь указывать, что через час или через два к тебе обратиться, чтобы ты выполнил мою просьбу. Например, помыть посуду просят, да? Вымой посуду. Он говорит, сейчас, сейчас. И маме приходится 10 раз просить ребенка, вымой посуду. А если бы ребенок ответил, сказал бы, ну, я сейчас доделаю дело и через минут 20-30 или через час вымою. Все, мама уже бы поняла и к нему уже 10 раз бы не обращалась. Если разговоры не помогают решать конфликты, а поведение ребенка меняется к худшему, специалисты советуют не игнорировать проблему и обратиться к психологу. В Центре помощи детям педагоги-психологи оказывают социальные услуги для проживающих на территории Ангарского городского округа. Чаще всего обращаются с проблемой конфликта в семье и нарушением детско-родительских отношений. Ксения Высоцкая, Алексей Резник, Новости 360, Ангарск. Будь уверен, будь здоров. Акция с таким названием состоится в Ангарске на базе библиотеки имени Беспрозванного 7 апреля. Специалисты Росстандарта на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления. Метрологи дадут не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправности. По статистике, 10% оказываются непригодными для эксплуатации, а ведь на основании показаний принимают решения, которые могут быть критически значимыми для жизни и здоровья. Акция будет проходить с 9 до 18 часов. Необходимо, чтобы тонометр был в полной комплектации. Если у Вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. А также все наши репортажи Вы можете увидеть в нашей группе ВКонтакте. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале Ангарск, нижнее подчеркивание, 360. Это было все на сегодня. Я говорю Вам до свидания, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов Прибайкалья. Здравствуйте! Это погода на канале Ангара Медиа. Я Екатерина Кусюмова. В Байкальске 6 апреля пасмурно. Днем температура воздуха составит 6 градусов выше нуля. В темное время понизится до минус 2. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. В Листвянке почти такая же погода. Днем плюс 6 градусов. Ночью на термометре можно будет наблюдать минус 3. Ветер юго-восточный 2,4 метра в секунду. Спонсор прогноза погоды Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований. Уникальное оборудование и методы лечения и диагностики. Физио, МСКТ, УЗИ, невролог, лор, дерматолог, аллерголог, профпатолог и многое другое. Город Ангарск, 12-й А микрорайон, дом 3А. Телефон 557557. А теперь о погоде в Ангарске. В среду переменная облачность в обед плюс 11 градусов. Ночью минус 3. Ветер юго-восточный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите метеопрогноз на канале Ангара Медиа. А я желаю вам отличного настроения в любую погоду. Редактор субтитров А.Семкин